Здравствуйте! Следком в тяжелейшей схватке со всемирным злом НАТО и наступающим ЛГБТ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыхин поручил проверить творчество рэперов Нойз МС и Окси Мирон после обращения группы патриотов, сообщают государственные риа новости. В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу Следственного комитета России проверить деятельность музыкантов Нойз МС Иван Алексеев и Окси Мирон Федоров, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что инициаторы нашли в текстах песен музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. 3 декабря на форуме МСК был опубликован фильетон Дмитрия Якушева. Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Нойз МС и Окси Мирон. В частности, в тексте было сказано, цитата, слушайте, «Вот как Нойз МС рисует лицо наших силовиков. Шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эпалетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные. А когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо еще, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. Нужно, чтобы вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов, тоже что-нибудь раздавали на улицах. Ну, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. Это было бы отступление заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом НАТО и наступающим ЛГБТ. Вот такой текст послужил поводом для поручения руководителя Следственного комитета проверить, нет ли впрямь какого экстремизма в этих рэперах. Особенно вот в этом кажутся агрессивными дебилами. Кому кажутся? На каком основании кажутся? Сам Дмитрий Якужев сегодня написал. Блин, остановитесь. Не было никакого обращения группы патриотов. Это была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время. Но поздно. Следком уже возбудился. Правительство продолжает готовить закон о QR-кодах. На этой неделе состоятся встречи вице-премьера Татьяны Голиковой и министра транспорта Виталия Савельева с депутатами Госдумы. Также перед первым чтением законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и общефедеральном транспорте парламентарии получат подборку отзывов властей регионов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил собрать неофициальные мнения граждан об инициативе. Под его постом о начале общественной дискуссии через мессенджер Телеграм было собрано более 700 тысяч комментариев. В основном негативного оттенка. Новые правила пользования жилыми помещениями вступят в силу 1 марта. Соответствующий приказ Минстроя опубликован на официальном портале правовой информации. Владельцам жилья придется согласовывать остекление балконов и лоджий. Если не будет получено разрешение на такую процедуру, собственника квартиры могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Кроме того, владельцы жилья заставят демонтировать незаконную конструкцию. Если при остеклении балкона была произведена перепланировка или переоборудование, штраф могут увеличить еще на 2500 рублей. Правда, пока говорят, что не нужно беспокоиться россиянам, которые застеклили балкон до вступления в силу новых правил. Им штрафы не грозят. Но это пока. Вы можете доказать, что остеклили балкон до определенного срока? У вас остались какие-то документы на сей счет? Вот то-то и оно. В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы. Заявил РИА Новости бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР. «Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов», заявил Рыжков. По его словам, к началу перестройки, накопившись в стране проблемы, стали очевидными как в экономической, так и в политической сферах. Надо было проводить реформы, в первую очередь, в экономике. Не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся. Очень правильные слова. Но странно слышать их от одного из главных реформаторов экономики СССР. Я тогда много писал в московском комсомольце о разрушительности реформ, которые предлагало правительство под руководством Рыжкова. Помню это все в деталях. Помню ходоков от премьера, пытавшихся вразумить молодого и неопытного журналиста. В принципе, для наших времен непривычная практика. Сейчас вразумляют из прокуратуры или из ФСБ. Кто был прав тогда, показало время. Кто развалил страну, по-прежнему в фауре. Кто пытался сохранить, в заднице. А что? Главе МЧС поставят памятник в Москве. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе одобрила предложение по остановке в российской столице памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает сайт Мосгордума. Место возведения – сквер имени генерала-лейтенанта Дмитрия Михайлика на улице Кременчугская, дом 5, корпус 1. Получены положительные заключения Совета депутатов муниципального образования Филида Уыткова, Москомархитектуры и Мосгорнаследия. Добавил, что инициатива установки памятника принадлежит российскому военно-историческому обществу. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, свалившись в водопад вместе с оператором, за что ему присвоено звание Героя России. О памятнике оператору и режиссеру Александру Мельникову пока не сообщается. Обычно вообще памятник на родине устанавливается дважды героям. И либо на родине героя, в данном случае в Ленинграде, либо на месте совершения подвига, то есть на плато Путорана. С чем связана тут Кременчугская улица в Москве, ну не очень понятно. России грозит дефицит картофеля. Картошку съели чипсы. Увеличение мощности по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи, грозят дефицитом картошки для потребителей уже в 2022 году. Об этом участники рынка предупредили Минсельхоз. По их мнению, без субсидирования производства нехватку клубней может заместить только импорт. Любопытно, что дефициту картошки предшествовал рост переработки. Если в этом году в России на переработку ушло около миллиона тонн картофеля, в следующем уйдет полтора миллиона, а в 1926 году уже 3 миллиона тонн. Интересно, что же его такое перерабатывают? Может, сразу в деньги? По данным Росстата, в октябре картофель в среднем стоил 44,5 рубля за килограмм. На 78,6% больше, чем годом ранее. Иностранцы начнут лишать земли на приграничных территориях Крыма. Органы местного самоуправления скоро приступят к принудительной продаже земельных участков, находящихся на приграничных территориях в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба регионального госкомрегистра. В соответствии с указом президента РФ, в перечень приграничных территорий в Крыму вошли 19 из 25 муниципальных образований, нерезидентов России запрещается владеть там землей на праве собственности. Если весной 2020 года в собственности иностранцев находилось примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то сейчас в Едином государственном реестре недвижимости содержится сведения о 6,6 тысяч земельных участках. Ясно, что речь идет о владельцах в основном с гражданством Украины, не пожелавших по каким-то причинам перейти в российское подданство. К примеру, человек живет в Киеве или Мелитополе, и у него есть дача в Крыму. Переезжать в Россию он не планирует, а двойное гражданство запрещено законами Украины. Ну и продать участок в приграничной зоне Крыма, а это вообще-то почти все территории с выходом к побережью, не так-то просто. Люди, в общем, попали. Новый штамм COVID-19 протекает в более легкой форме. Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым микронштаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме. Это заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Марина Ван Кирхови. Ранее ВОЗ сообщила, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти. Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся омикроном, как правило, переносят болезнь легшей, но говорить об этом пока рано. Сказала Ван Кирхови в эфире CBS. С этим надо что-то делать, иначе с течением времени COVID-19 превратится в банальную сезонную инфекцию. Как гриб, начинавшийся с кошмарной испанки, а закончившийся соплями по осени. Миноропат на Украине. В Ужгороде. Семиметровая минора была сегодня найдена в реке. Полиция начала расследование, как нельзя было вообще-то увидеть, как кто-то валит минору такого размера на площади рядом с филармонией. Ну вот, непонятно. Минору полиция вытащила из реки, на площади установили временную. И уже на временной миноре зажигают свечу. Далее. Украина. Город Ровно. Повалена пятая хануки за период хануки этого года. И в целом уже седьмая или восьмая минора, которую сваливают неизвестные в городах Украины. В основном на западе страны. И что они этим хотят сказать?